Здравствуйте, дорогие друзья, любители программирования, робототехники и 3D-моделирования. Сегодня видеоролик посвящен презентации моей новой книги, которая выйдет в апреле этого месяца. А эта книга является логическим продолжением книги по программированию в Roblox. В Roblox книги по программированию на языке Lua я рассматривал и показывал, как работать с языком в Roblox Studio, как создавать некие интересные элементы, в том числе и логику игровую, и работа с миром Roblox, с использованием языка программирования Lua и вообще как работает инструментария данной среды. А логическим продолжением уже углубления в тему разработки игр определенного жанра и углубления в изучение различных тематик, связанных с развитием программной структуры, именно Roblox Studio, описано у меня в следующей новой книге. Она называется «Роблекс в действии. Искусство разработки игр». В данном случае здесь мы уже углубляемся в тему разработки игр, таких как там Оби, Адвенчурс, то есть Песочница, там, например, создание игры, или там, соответственно, игра наподобие торговли товарами, сбор предметов, различные тайконы. То есть вот здесь мы рассматриваем такие вот моменты. А параллельно рассматриваем, еще углубляемся в некоторые игровые механики, которые чаще всего и встречаются у нас в играх. Это интернет-магазины различные, добавление туда, сохранение различных прогрессий у персонажей, и их, соответственно, используем. Создание игрового меню, работать с игровым меню, соответственно, для того, чтобы создать более полноценные игры. И такие механики, как работа с объектом, там, по наведению курсоров, по нажатию клавиш, по взаимодействию через локальные скрипты, через глобальные скрипты. То есть удаленные события, удаленные функции мы здесь тоже рассматриваем. Тем самым реализуем более продуманные варианты структуры игры. То есть уже на основе второй книги можно полноценно создавать игры. Но без знания базы из первой книги, например, которую я рассказывал, вторая книга может показаться многим тяжела, потому что я не могу растягивать большую книгу в объеме, то есть переносить информацию из первой книги во вторую, чтобы потом просто она будет тогда больше и толще. Поэтому сделано было так, что первая книга – это базовые вещи, а самые основы, чтобы понимать, как программировать, какие функции можно применять чаще всего, какие простые игровые механики создать. Замечательно, здесь мы все умеем. И во второй книге мы уже все это, зная, углубляемся в тему разработки игр, потому что там уже есть большие программы, большие коды, понятия различных типов скриптов, как они взаимодействуют друг с другом, как с этим процессом работать уже непосредственно в полноценной игре. То есть для примера тут и будет представлена вам, например, разработка именно игр, которые нам, соответственно, могут быть созданы. Например, чаще всего это обе, это, соответственно, создание различных песочниц, добывание ресурсов, починка, создание элементов здоровья, нанесение здоровья, выздоровление, анимации построения. То есть большое внимание здесь уделяется анимации, причем разного типа анимации, не только гуманоидного типа, но и неодушевленных предметов. То есть как санимировать объекты, которые, там, тепловозы, когда циклично должны там где-то кататься, да, там, скамей, этот, карусели, как вариант. То есть различные типа элементов, там, создание каких-то NPC, которые не человекоподобные. Например, вот сейчас на видео можете видеть различные, вот там, примеры обе, которые в книге мы будем рассматривать и создавать, там, да. Вот здесь будет реализовано, например, понятие NPC как негуманоидного типа. То есть в данном случае здесь это какие-нибудь растения, которые могут нападать, там, на персонажей. Это может быть, там, плоды какие-то, вот, сейчас, арбузов, там, дынь, тыквы и так далее, грибы и все что угодно. То есть мы можем реализовывать и на этом, в принципе. Дальше мы рассматриваем с вами возможность создания инструментов, которые в первой книге мы, как бы, рассматривали, но уже здесь посложнее инструментов. Там, понятие луча, испускание лучей, поиск предметов на касание, различные моделирования с физикой предмета. То есть раньше там, например, были какие-нибудь body position, body irrigation, а сейчас это у нас elegant, vector velocity, vector force и так далее. То есть такие вот типы элементов, которые мы здесь, соответственно, уделяем в этой книге больше всего внимания тоже, для того, чтобы создавать более другие уже, по другой немножко тематики сложные объекты. Дополнительно мы, соответственно, здесь с вами рассматриваем, как взаимодействовать с локального на сервере проекта. То есть, например, вот в данной игре мы будем показывать, описывать, как, например, создать там код, который локально у вас отображается, и на сервере там, например, передается уже локальному конкретному игроку, он должен дойти до сейфа и, соответственно, ввести нужный код, просто получить, например, какой-то ключ для игры. Добыв ключ, он может там открыть, соответственно, какую-то станцию и остановить, например, на создание каких-нибудь элементов, предотвратить условно катастрофу в игре гмошную. Ну, вот такого типа. И на основе этого мы, соответственно, отрабатываем навыки игровых механик различных, как они могут реализовываться, как оптимизировать так процесс, чтобы не загромождать этот процесс либо в логике, либо в физике, чтобы, например, можно было создать таких предметов, объектов множество, там, тысячи, десятки тысяч элементов, которые не будут нагружать нашу игру достаточно сильно. То есть, в этом тоже оптимизация у нас здесь рассматривается, в этой книге. И, конечно же, здесь мы также будем рассматривать с вами предметы, как удаленные события. То есть, когда мы касаемся, происходит какое-то событие, надо передать серверу на локалку или с локалки на сервер локального взаимодействия. То есть, тут тоже мы рассматриваем в данном случае такой процесс описания в игре. В дальнейшем здесь мы рассматриваем не только анимацию, но еще и эффекты различные. То есть, добавление каких-то эффектов, как эффекты огня, настройки различные, дыма, дождя, тумана. Большое внимание уделяется теме работы со светом, особенно в начальной книге, там, работа со светом, с цветом окружения, потому что в зависимости от того, как вы используете свет и цвет, сочетание, у вас, соответственно, будет определенно соформироваться настроение под эту игру. Что немаловажно, там, делаете ли вы хоррор-игру, либо какое-нибудь приключение мультяшного типа, либо вы создаете какой-нибудь детектив, там, в стиле игры, или какой-нибудь индустриальный процесс, где нужно добавить различные, там, звуки, цвет определенный, там, городу, например. Кто-то делает мультяшного типа, да, кто-то более подреалистичный контент создает. То есть это все по-разному. В зависимости от того, что вы хотите получить, мы, соответственно, здесь и рассматриваем такие вот концепции. В зависимости от того, что же мы, какой тип сюжета или тип жанра мы будем реализовать в игре. В самой игре. То есть определить все жанры, там, например, какой-нибудь там у нас песочница и так далее, но еще жанр, именно стилистические описания игры, тоже важен для успешного процесса. То есть поэтому нам нужно определенно одинаковый дизайн, как в объектах, так и в цвете, в сочетании, в звуковом ряде. То есть это очень много тоже влияет на успешность, например, и продвижение игры. Поэтому здесь также уделяется внимание этому вопросу. Кроме этого, мы, конечно, рассматриваем здесь в данной игре типы взаимодействия, например, с вокселями, с анимацией. Вот, например, анимация, как сделать персонажей именно из других сред. Например, там создали в Fuzz, Redactor, Leaf Blender или McHuman персонажа какой-нибудь, добавили ему скелет, и теперь вы хотите, например, анимируть. Да, вот как перенести анимацию этого предмета, объекта в игру, в Roblox Studio. Как, например, как из Миксама перенести в Roblox Studio. Все здесь также рассматривается. Наподобие, вариант. Как работать с вокселями. То есть тоже тут и уделяется элемент немножко генерации ландшафтов, и работать с ним немножко с углубленным моментом. И работать именно с материалом в воксельной ландшафтной графике. То есть как их удалять, как добавлять, как изменять эти элементы. Вот, например, там игры песочницы типа Minecraft наподобие. То есть у нас есть некие инструменты. Мы берем и можем взаимодействовать с реальным тут, с миром. То есть где-то мы можем там вспахать землю, где-то ее наоборот убрать, добывая ресурсы взаимодействия. То есть, например, там с какой-то случайностью там копаем в определенном месте, то получает там больше золота. Если в другом, то, соответственно, больше железа. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эти элементы мы также здесь с вами рассматриваем в такой книге. То есть более глубоко, более основательно к этому подходим, к вопросу работы с этим логикой взаимодействия игровой. Что, конечно же, нам поможет в дальнейшем для создания более сложных таких игр. Там, например, где нужна генерация различных объектов, последующие с взаимодействием через инструменты. Например, например, как вариант. Это может быть тоже и тайкон. Потому что песочница очень... То есть логика жанра песочницы очень подойдет к таким-то, как тайкон, как типа майнкрафтовские песочницы, таким, как, например, там, бизнес-моделям добычи и крафта различных инструментов. Ну, тоже это почти то же самое, что песочница типа жанра. Ну, вот такая вот тематика мы, соответственно, рассматриваем здесь в данной книге. Выращивание урожая, например. Здесь вот вы хотите сделать игру, где вы собираете ресурсы, а потом из них что-то делаете, вот как вот наподобие в Майнкрафте, да. Собрал семена, посадил, получил растения, собрал их, там, испек еще из них что-нибудь, или опять посадил что-нибудь. Соответственно, здесь вот тоже рассматриваются такие в этой книге примеры реализации этого процесса. То есть реализация процесса взаимодействия собранных объектов не просто так, а использование, например, в самой игре. То есть дополнение, то есть смысл этих собранных объектов какой, да. Чтобы, там, если мы код получили, то мы собираем ключ, чтобы им, соответственно, что-то открыть. А не просто так, чтобы мы собрали ключ, и просто смотрели на него, как он красивый и замечательный этот ключик. Также здесь собрали ресурсы, что мы из них сделаем. Мы можем, там, из них строить дома, если это булыжники, какие-нибудь камни, там, древесина. Если у нас это какие-нибудь растительные элементы, мы из них что-то либо шьем, либо получаем некое взаимодействие в плане еды, либо выращиваем каких-то растений. То есть это тоже мы, соответственно, здесь должны с вами рассмотреть и рассматриваем непосредственно в данной книге. Охватываем тоже тематику, понятие создания непосредственно локального магазина, который можно продавать и использовать предметы, которые в игре за виртуальную валюту, но и в дальнейшем будет, соответственно, и за валюту в робоксах. Тоже здесь рассматривается. Параллельно, рассматривается к созданию одежды, продаже одежды, либо для группы, либо личные взаимодействия. То есть все это мы тоже здесь будем рассматривать, и много-много-много другое. То есть взаимодействие с игровыми предметами, там, починка, диалоги, различные взаимодействия в плане интерактивные, то есть либо мы касаемся, либо нажимаем на кнопочки, либо на кнопочки виртуальной, либо на виртуальное отображение текстовых гуишек на различных объектах, не только непосредственно отображение в самой игре, ну и, соответственно, дополнительно мы рассматриваем, как это можно реализовать, то есть как позволяет нам реализовать это робок-студию в разных ракурсах, то есть в разных взаимодействиях с этим процессом. Вот примерно некоторые возможности, которые реализованы в данной книге. Также мы, конечно же, не уделяем внимания и разработке ГУИ-меню, различных худ, так называемый меню, а также, соответственно, работе с созданием магазинов, как я уже и говорил, то есть магазинам здесь уделяется достаточно много внимания, что позволяет разработчику создавать игры, которые могут некую часть дохода приносить за счет вот интеграции внутри игры своей, определенных типов магазинов, которые можно, соответственно, использовать для покупки каких-то игровых предметов. Может быть, для тех, у кого будет, соответственно, гвс-разрешения там и продажи предметов из маркетплейса робок-студию. Работа с физическим взаимодействием через, соответственно, лучи, как я и уже говорил непосредственно, все это мы тоже здесь в этой книге рассматриваем. То есть более углубленно. Здесь очень много кода, много типов алгоритмов, которые можно реализовать вот такими вот разными способами. Поэтому, если вы совсем не разбираетесь в программировании, то рекомендую, конечно, почитать сначала первую книгу, понять структуру. Если вы уже разбираетесь в программировании, в проектировании, то данная книга вам уже будет понятна и дополнительно будет дополнять ваши знания в плане реализации своих идей. То есть просто для реализации, углубления своих навыков, идей и умений в разработке игр именно в робок-студию. В робок-студию. Дополнительно, как, например, процедуально создание бесконечных типов процессов, которые нам нужны. Вот здесь, например, на видео показаны различные типы анимаций и процедурная генерация объектов, которые нам нужно, соответственно, использовать для каких-то целей. Например, когда-то, через какое-то время там ездят поезда. Ну, может быть, где-то у кого-то, может быть, это приезжающие автомобили. Там днем, ночью, там всегда горит свет, когда солнце заходит. Ну, и тогда генерация NPC в определенный период времени. Ну, то есть множество-множство предметов, множество-множство понятий вот таких, которые в игровых или объектах присутствуют. У нас, то есть в самих играх. То есть игра остается не только дизайном. То есть дизайн, он хорош, красив, но он должен как-то взаимодействовать с игроком. Или игрок должен взаимодействовать с этими предметами дизайна, которые вокруг него отражаются. Там, например, от огня он может обжечься. Дождь может там намочить, или дождь просто как визуальный эффект может идти, и, соответственно, там замедлять его скорость на передвижении. Может быть, какая-то процесс генерации, там NPC, предметов, объектов, которые позволяют как бы оживить игру, сделать ее более живой в плане приближающей к реалистичности. То есть вот мы гуляем, у нас не пустынная улица, у нас что-то там происходит на этих улицах, в этом мире процессе без нашего ведома. То есть мы на это не влияем, но она что-то работает, жизнь продолжается, как говорится, игровая. Вот это вот особенность и реализована в данном тоже книге описаний, как это сделать, как это реализовать. У меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Если данная тема интересна, то следите, смотрите. Данная книга должна выйти уже в выпуске в апреле. А ведь очень написано, что 8 апреля издательство Питер будет, соответственно, выпускать в продажу данную книгу. Уже открыт предзаказ на нее, так что смотрите, кому она интересна, рекомендую, почитайте. Ну а для тех, кто еще не знаком с Roblox Studio или Lua, соответственно, рекомендую сначала познакомиться с основами программирования на этом языке, с основами дизайнов, с основами создания основных игровых логик, то есть для первой книги, так как Roblox, играй, программируй, создавай свои миры. Ну, на этом у меня все. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok